Я вас приветствую, мои дорогие водолеи, и давайте с вами посмотрим прогноз Таро на сентябрь месяц, сентябрь 2020 года. Посмотрим, как же он у нас пройдет. Предупрежден, значит вооружен. Сентябрь первый месяц осени. Осень это у нас уже холодная пора, поэтому сентябрь закладывает настроение, скажем так. Он еще богат на урожай, еще во многих городах нашей страны там собирают урожай, ну и во многих других странах. Но тем не менее готовится уже более к холодным временам. Итак, мы вытаскиваем три карты из классической колоды Таро, у нас золотой Таро сегодня. И еще по карте, к каждой из трех карт мы вытащим по карте Вичи Верса и посмотрим, о чем же нам они говорят вместе. Итак, поехали мои дорогие водолеи. Сентябрь. Первая карта. Вторая карта. Третья карта. Первая карта. Первая карта пятерка кубков. Пятерка кубков это кризисная карта. И похоже кто-то из водолеев будет немножко находиться в таком настроении, знаете, упадническом. Но тем не менее я хочу сказать, что это надуманное настроение, поскольку мы видим, человек печалится о каких-то, допустим, кубках перевернутых. Хотя здесь есть полные кубки. И можно эти кубки взять и вода рядом набрать воды. Ну, как бы, да, наполнить есть чем их. Ну и так далее. Но тем не менее он предпочитает вот такое вот настроение, все-таки немножко депрессивное или упадническое, или вот такое вот состояние, да, какое-то, ну, уйти в себя. Вот такая у нас первая карта, такие настроения у нас в сентябре. Вторая карта у нас тоже младший аркан, и это восьмерка кубков. И опять кубки. Похоже, у водолеев сентябрь будет какой-то чувственный. То есть кубки, это у нас отвечают за чувства, за переживания какие-то. И восьмерка нам говорит об уходе, да, ну, уходе каком? Ну, в смысле, пойдете искать что-то нового, захочется откуда-то уйти. Возможно, даже вы уйдете от каких-то надоевших отношений, допустим, уйдете из уже нелюбимой работы и так далее. Вообще нужно уходить там, где уже все свое изжило, отжило, нужно уже оттуда уходить. Это всегда делать непросто, допустим, но, тем не менее, нужно делать такие шаги, чтобы жизнь, ну, двигалась вперед, понимаете? Ну, как бы энергия наша по жизни двигалась к тому, чему мы хотим, а не сидеть, киснуть в одном положении, там, где уже все не устраивает. Вот, и эта карта восьмерка, она нам говорит об уходе. И третья карта семерка. Семерка мечей. Вы знаете, эта карта все-таки нам говорит об опасении, опасении того, что в сентябре вас могут обмануть, поступить с вами как-то нечестно. То есть, имейте это в виду, потому что это карта слежки, интрига, ну, обмана. Вот такая карта, как бы... Ну, вот такая карта. Давайте посмотрим Вичи Верса. Ну, я скажу, все, что мы проговорили, это не будет иметь такой, какой-то важности, скажем так, поскольку это младшие арканы, совсем мелкие, поэтому не расстраивайтесь, если что-то вам из услышанного, допустим, не понравилось. Вот, это один будет иметь под собой никаких серьезных таких прям последствий. Давайте вытащим три карты по карте каждой из... Из карты посмотрим. Значит, у нас к первой карте, к пятерке кубков, у нас выпала карта король кубков, то есть, все-таки это какие-то чувства. Возможно, как кто-то из женщин будет разочарован. Ну, как разочарован? Ну, кто-то, возможно, поссорится в сентябре, может, какое-то будет недопонимание, какое-то разногласие с вашим мужчиной, король кубков, да, это король, который чувства у нас вызывает, это чувственный король, либо это король, либо это человек, мужчина водной стихии. И вот, видимо, будут какие-то недопонимания, какие-то разногласия. Вторая карта, вторая карта у нас к восьмерке кубков, у нас выпала шестерка мечей. И опять-таки, посмотрите, и восьмерка нам говорит об уходе, да, вот какие-то покорять новые горизонты, хотя здесь все, в принципе, неплохо, как мы видим на карте, да, но тем не менее, человек уходит покорять новые вершины, новые горизонты, познавать что-то новое. И эта карта из Вичеверса нам выпала шестерка мечей, и она нам тоже говорит о том, что вы будете склонны к каким-то поездкам, каким-то путешествиям. Возможно, это даже отпуск, да, возможно, вы просто устанете и решите сменить обстановку и поедете в отпуск. То есть из бурных вод спокойные воды, как мы видим на шестерке, в шестерке мечей. Вот, ну, в общем-то, ожидают поездки, возможно, да, какой-то уход, какие-то поездки, какое-то планирование. Но вот что я хочу сказать по поводу третьей пары у нас. И Вичеверса нам тоже говорит, здесь выпала пятерка мечей. То есть я хочу сказать, что третья декада сентября, мои дорогие водолеи, будьте внимательны, будьте осторожны, чтобы вас не обманули. И вы знаете, вот пятерка мечей нам вообще говорит, это очень говорящая такая карта, но она нам говорит о победе, да, то, что победа. Но, послушайте внимательно, это та победа, которая приносит позор, которая может принести вам бесчестие. То есть прежде чем вот в третьей декаде что-то будет такое, возможно, будет какой-то соревновательный момент, либо какой-то спорный момент. И прежде чем победить в этом, вы подумайте, нужно ли вам это. Потому что пятерка мечей, она как раз таки говорит, что вы пойдете на пролом, вы победите, но эта победа вам не принесет успеха. Она вам принесет бесславие и позор. Вот так вот. То есть, не знаю, могу ли я донести, правильно ли я, понятно ли я говорю. Ну, в общем-то, посмотрите, и первая колода нам говорит, что какой-то момент такой есть лжи, обмана какого-то. И вторая колода вечерца нам тоже дает пятерку мечей. Эта пятерка нам говорит о бесславии, о том, что эта победа будет для вас, не принесет вам удачи, не принесет вам славы. Если вы на это надеетесь, допустим, да, делаете там из таких побуждений, вот, то, в общем-то, совет вечерца таков, что прежде чем победить, подумайте, нужно ли вам это. Я сейчас хочу из вечерца вытащить еще одну карту, все-таки на третью декаду, да, потому что все неплохо. Нет, карты неплохие, но это месяц не очень судьбоносный, не очень важный для вас, поскольку у нас не выпадают старшие арканы, а просто что-то вот такая возня будет какая-то. Но, тем не менее, знаете, внимание на это нужно обратить. И у нас выпадает восьмерка мечей, дополнительная карта, да. И восьмерка мечей, подписчики мои уже знают, гости канала, я объясню, что эта карта нам говорит о том, что мы чего-то боимся, да. Мы видим девушку, связанную канатами, мечи, завязаны глаза. Но когда мы поворачиваем карты, а это та колода вечерца, которая говорит немножко больше, чем обычное таро, нам видно, что девушка может освободиться от того, что от завязывания, да, от канатов. То есть, освободив руки, она может развязать глаза, она может встать и уйти. И здесь белая птица, это вестник хороших каких-то вестей, вот. И, в общем-то, карта не такая, как нам кажется, страшная, да, а на самом деле все выглядит по-другому. И о чем нам это говорит? Это говорит о том, что вы будете чего-то бояться, это ваши ощущения, это на самом деле так все не выглядит. И не обстоят так дела, как вам будет казаться. То есть, вы сами себя ставите в это положение, когда вы просто боитесь и закрываетесь от всего, и не хотите видеть все, как на самом деле все выглядит. Вот помните это, если у вас что-то будет происходить такое в сентябре, похоже, что на самом деле вам ничего не угрожает и все нормально. Откройте глаза, не бойтесь, освободитесь от чего-то, и вам станет понятно и видно со стороны, что как выглядит. Вот так, мои дорогие водолеи, вот такой для вас сентябрь, мои дорогие гости канала. Я прошу вас, подписывайтесь, мои подписчики. Мы с вами встретимся уже в следующих видео. И пока-пока, прекрасного сентября, мои дорогие!